Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Городские стройки под контролем. Как идет ремонт набережной у Ладьи, проверил глава Самары. Самару закатают в асфальт. До осенних заморозков дороги станут ровными на десятках улиц. Новый песок на самарских городских пляжах. Областная столица готовится к летнему сезону. Японская оценка качества. Специалисты страны восходящего солнца провели технический аудит самарского предприятия. Ценный приз – работа в престижном адвокатском бюро. Студентка стала победительницей самарского областного конкурса «Юрист будущего». Общественники проверят, что происходит на набережной у Ладьи в ближайшее время вместе с главой города и районной администрацией. Ремонт крупных объектов и всех дорог будут контролировать тоже горожане. Справляются ли подрядчики с основными задачами? Обсуждали на оперативном совещании в мэрии. Уже в ноябре четвертая очередь Самарской набережной приобретет совершенно иной вид. Будет фонтан, площадки для спорта и отдыха, на склоне амфитеатр. Работы идут полным ходом. Уже готово основание под большой фонтан. Решены все вопросы с материалами, в частности, гранитом. Компания со своей подрядной организацией ездила на месторождение. Обо всем договорились. То есть по граниту проблем не будет. По монтажу гранитных ступеней сейчас достаточно активно на всех сходах ведется работа. Строго по графику и долгожданный ремонт заводского шоссе. Сейчас там идет строительство ливневой канализации. Уложить новый асфальт постараются успеть к первому сентября. Особое внимание к южному мосту и путепроводу «Аврора». Ремонт левой стороны должны завершить в середине июля. Полностью мост будет готов к концу октября. Районным властям поручено контролировать ход работ. Ни один недочет и нарушение подрядчиков не скроется от зорких глаз общественников, которые станут активными участниками дорожного контроля. В рамках дорожного ремонта есть поручение губернатора контроля со стороны общественников. Они должны участвовать в приемке этапов работы. Обеспечьте доступ на объекты общественников и соответствующие консультации и взаимодействия. А вот за нарушение правил благоустройства, отсутствие ограждений, помостов для пешеходов, мусор и грязь на дорогах при ремонте подрядчиков будут наказывать. ГАТИ ежедневно проверяет, как выглядят улицы на ремонте. И хотя отмечают, нарушений стало меньше, все же административные протоколы уже составлены в отношении представителей трех крупных подрядных организаций. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Самару закатывают в асфальт ночью. До осенних заморозков дороги станут ровными на десятках улиц. Как в старой части города, так и в других районах. Контролируют качество работ на всех ее этапах. От ликвидации ям до закатки асфальта. Из ночного рейда вернулась наша съемочная группа. Самарское время 0 часов 0 минут. В полночь на работу выходят дорожные ремонтные службы. Первым делом специалисты выбирают поврежденный участок дороги свыше 100 метров. Его восстановят по методу так называемых больших карт. На улице Енисейской около стадиона Металлур, как и положено по технологии, сняли 5 сантиметров старого асфальта. Заменили колодцы и дождеприемные решетки. Высушенную и очищенную дорогу залили специальным клеем. И только потом каток прошелся по уложенному новому современному асфальтобетону. Сейчас у нас здесь находится гудранатор. Потом комбинированная дорожная машина. Соответственно, КДМ со щеткой. Присутствует асфальтоукладчик, который непосредственно укладывает асфальт. И катки в количестве 3-4 единиц. В бригаде, вот у меня сейчас 7 человек, сейчас приедет бригада асфальтоукладки, человек 10-12. Новый асфальт с минеральными добавками закатывают 5-сантиметровым слоем. Гарантия качества 2 года. Если за это время дорога придет в негодность, подрядчик за свой счет еще раз отремонтирует ее. Постоянно осуществляется контроль качества выполняемых работ. Он происходит как визуально, так и с помощью специализированных приборов и с привлечением лаборатории. После завершения укладки, через 3 суток, отбираются отборы проб образцов асфальтобетона, по-другому керны называются. Они отводятся в лабораторию, где ее испытывают на водонасыщение и на уплотнение. Автомобильный транспорт опускается через сутки после завершения укладки. В настоящее время ремонтом большими картами также охвачены проспект Металлургов, улицы Строители и Путейская. Но проблему создают автолюбители. Они паркуют машину на ремонтируемой дороге. Поэтому, чтобы закатать асфальт, приходится искать владельцев через ГИБДД. Если водители видят, что тут произведено фрезерование, просьба машины не ставить на территории, где была произведена фрезеровка. Потому что в любой момент тут может пойти укладка асфальтобетонной смеси. Кроме ремонта дорог большими картами, в этом сезоне их приведут в порядок также комплексно и малыми картами, в зависимости от повреждений. Сейчас более полутора десятков самарских улиц ремонтируют комплексно, причем не только в центральных районах. К ноябрю все работы завершатся, обещают дорожные организации. Сергей Кизоркин, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Большегрузные автомобили больше не будут, причиной пробок ездить по Самаре им разрешат, но только ночью. Изменения в закон одобрили депутаты губернской думы. Кроме того, бюджет региона поправился на миллиард с лишним. Большая часть этих денег пойдет на ремонт дворов. Подробности расскажет Марина Кравцова. Бюджет Самарской области подрос на 1 миллиард 10 миллионов рублей. Деньги поступили из федеральной казны. Поправки в главный финансовый документ области приняли депутаты губернской думы. 927 миллионов рублей пойдут на создание комфортной городской среды. Благоустройство скверов, парков, дворов. Ремонт проездов, установку игровых и спортивных комплексов. В этом году в Самаре таких дворов будет около 160. Кроме того, средства выделят из областной казны и бюджетов муниципалитетов. Проект долгострочный, рассчитан до 2022 года. Я думаю, до 2022 года, объединяя усилия федерального бюджета, областного, муниципальных образований, нам удастся очень многое сделать. Деньги будут выделяться только после того, когда будут решением именно собраний жителей многоквартирного дома, и они утвердят проект преобразования проекта и конструкции благоустройства двора. Одобрение парламентариев получил и законопроект об ограничении движения крупногабаритных грузовиков по Самаре. Въезд в город фурам будет запрещен с 6 утра до 22 часов. Во многом это связано с ремонтом большого количества дорог, и запрет на большегрузы снизит количество пробок. Исключение сделают для машин аварийных и спасательных служб, транспорта, который задействован в дорожном строительстве, подготовке к чемпионату мира по футболу, перевозке бетона и отходов. Кроме того, в повестке был отчет о результатах работы правительства региона в 2016 году. По основным направлениям социально-экономического развития регион, несмотря на непростую обстановку в экономике, идет вперед. Уровень безработицы в Самарской области один из самых низких в России. Растет количество многодетных семей. Их уже почти 23 тысячи. Большое внимание правительство Самарской области уделяло вопросам поддержки семей с детьми по охране материнства и детства. В прошлом году на эти цели направлено почти 5,5 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем в 2015 году. Депутаты отметили хорошую работу правительства по строительству спортивных комплексов и спортплощадок в регионе, а также по ремонту дорог. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. В парке «Дружба» открыли почетную доску. На ней 30 фотографий. Эти люди живут или трудятся в советском районе. Рабочие руководители предприятий, общественники, ветераны Великой Отечественной войны. На торжественном открытии доски почета побывала Валерия Макарова. Его трудовой стаж почти полвека. На заводе «Прогресс» Николай Казаков работал над проектами, которые вошли в историю. Сверхтяжелая ракета «Энергия» «Лунная Н-1», космический корабль «Буран». Имя ветерана занесли на доску почета советского района. Награду так просто не дают. Надо всю жизнь работать честно, добросовестно. Нужно, например, срочно для запуска изделия что-то изготовить, очень срочно. Оставались по два-три дня, жили на заводе. У входа в парк «Дружба» открыли доску почета лучшие люди района. Это те, кто внес весомый вклад в его развитие. Жители, когда приходят, они смотрят эту доску, они говорят, вот этого я видел, этого я знал, у этого учился, с этим вместе работал и так далее. Это память о тех людях, которые создавали наш город, нашу саму. Инициативная группа жителей могла предложить любого своего кандидата для рассмотрения комиссии. Это было сделано. Из этих кандидатов были выбраны самые лучшие. Комиссия рассмотрела более 50 кандидатов. В итоге на доске почета 30 лучших жителей советского района. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Более 15 тысяч тонн песка завезут в этом году на Самарские пляжи. Подготовка к купальному сезону идет на полевом спуске. Желающих понежиться на солнышке, этим летом готовы встретить около десятка специально оборудованных мест отдыха. Что появится на Волжском побережье и когда стартует пляжный сезон, знает Алина Чемерис. Словно железную пасть открывает своей створке специальный кран, чтобы выгрузить песок на берег Волги. Самарские пляжи начали готовить к лету. Песок сюда везут из Ширяевского карьера. Всего более 15 тысяч тонн. Когда новым песком засыпят все городские пляжи, его возьмут на экспертизу, чтобы проверить, соответствует ли он правилам безопасности. В первую очередь уже отгружено. Там выгружено 3,5 тысяч тонн. На данной очереди планируется 300 тысяч тонн отгрузить. Думаю, что к завтрашнему дню уже на загородный парк перейдет плавкран. Дальше будет происходить планировка песка бульдозерами, погрузчиками. Начнем с первой очереди, далее пойдет по второй и так вверх по течению реки Волги. Этим летом жители смогут отдыхать на 8 городских пляжах, в том числе у загородного парка Барбошиной поляны, на спуске по советской армии на Красной Глинке. Работать не будет лишь пляж у Ладьи. Там идет реконструкция набережной. Доставка песка – первый этап подготовки к купальному сезону. После этого на Волжском побережье появятся зонтики, раздевалки, биотуалеты. Уборка пляжей будет осуществляться также ежедневно, не менее двух раз в день. В случае, если будет установлена жаркая теплая погода и количество отдыхающих будет большое, то, соответственно, кратность уборки также будет увеличена. И, соответственно, пропорционально увеличению количества отдыхающих будут вставляться дополнительные биотуалеты на пляжах. При подготовке пляжей особое внимание и безопасность. В разгар сезона в городе оборудуют 12 спасательных постов. Три из них мобильные. Ежедневно прийти на помощь будут готовы около полусотни спасателей. Молодые ребята, спортсмены, которые имеют непосредственно отношение к спасению людей, пловцы. Перед началом работы спасательных постов у всех у них принимаются зачеты в бассейне. Мы смотрим, насколько молодежь готова к спасению людей. После этого они допускаются к несению службы. Открыть пляжный сезон в городе планируют 15 июня. На побережье Волги также появится специально оборудованное место отдыха для детей и маломобильных граждан. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Японская оценка отечественного производителя на самарское предприятие приехала делегация из страны восходящего солнца. По договоренности с Министерством экономики, торговли и промышленности страны, японские специалисты проводят технический аудит, чтобы подсказать, как можно увеличить мощность отечественного производства. Какую оценку дали иностранцы предприятию, расскажет Лариса Шулафаст. В цехах самарского предприятия идет сборка уникальных машин. Это настоящая находка для фермеров. Один такой самоходный опрыскиватель-разбрасыватель может заменить сразу несколько машин. Для диагностики производительности отечественных предприятий Министерство экономики России выбрало всего 12 компаний. Это новые развивающиеся предприятия, которым может быть очень полезен опыт японских коллег. Как идет работа на производстве, оценивают опытные специалисты завода «Тойота». Производимая продукция, разработка оригинальная, аналогов в мире нет. Мы видим здесь тщательное и внимательное отношение к качеству и методам сборки. А значит, у производителей есть все шансы на большой успех в будущем. Повышением производительности на самарском предприятии уже занимаются. В конце прошлого года закупили высококлассные современные станки, которые совмещают в себе больше 30 инструментов, что позволило значительно сократить время изготовления деталей. У японцев уже есть предложения по поставкам более современных комплектующих. Например, возможно оставить японские двигатели, чтобы именно качество повыше. Работать на самарском предприятии специалисты из Японии будут в течение недели. После они дадут работникам что-то вроде домашнего задания, с которым те должны будут справиться в ближайшие пару месяцев. Они очень корректны в подаче информации. Они отметили, что достаточно далеко мы продвинулись на пути построения производственных процессов. Но, естественно, еще огромный пласт, над которым нужно работать. Сельхозтехника самарского производства пользуется большим спросом. Поставки идут по всей России и странам СНГ. До 2020 года предприятие планирует увеличить производительность до тысячи машин в год. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Формат меньше, возможностей больше. В Самарском регионе меняют бумажные медполисы на пластиковые со специальным чипом. Кому необходимо оформить новые документы, как это сделать, расскажет Олеся Корецкая. Элла Корбушкина в поликлинике не частый гость. Но и редкие визиты сюда старается сделать продуктивными. Оформляет медицинский полис нового образца, электронный. Мой бумажный старый полис, к сожалению, уже приходит в негодность. Я решила поменять его на новый полис, электронный, медицинское страхование. И теперь в поликлинике тоже буду пользоваться новым полисом. Пластик надежнее бумаги. Он не мнется, данные не стираются. В шестой поликлинике к нововведениям уже готовы. Устанавливают специальные считывающие устройства для оформления талонов к врачу. Новый полис представляет собой пластиковую карту со встроенным чипом. Небольшой кусочек металла содержит все нужные данные. Фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, срок действия документа. Полис выдается всем, начиная с рождения. До 14 лет он будет без фотографии. А уже начиная с 14 лет будет идентификация пациента. Фотография, его личная подпись. Фотографию делают при оформлении документов прямо в страховой. Срочно всем менять полис не нужно. Новый надо оформлять, если документ испортился, стал нечитабельным, изменились персональные данные. Пластиковая карта готовится 30 дней. На этот период пациентам выдают временный полис. Электронные полисы в Самарском регионе начали оформлять с 1 мая. Пока пластиковых карт выдали немного, примерно 600 штук. Да и нет необходимости в массовой замене документов. Технология будет внедряться постепенно. А полисы старого образца продолжают действовать. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Ценный приз и работа в престижном адвокатском бюро. Такой шанс студентам выпадает раз в году. В Самаре прошел очередной областной конкурс «Юрист будущего». В финале встретились три претендента. Работу начинающих адвокатов оценивала компетентные жюри, куда вошли заместитель прокурора Самарской области, представители адвокатских контор и главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. 50 тысяч рублей и работа в одном из ведущих и престижных адвокатских бюро «Самары». Главный приз областного конкурса «Юрист будущего». За путевку в успешную жизнь боролись десятки студентов из гуманитарной академии, экономического и научно-исследовательского университетов. В финале встретились не два, как положено по правилам конкурса, а три претендента на место в адвокатское бюро. К рекомендации членов жюри, которые слушали студентов во втором этапе. Мы не могли определиться с двумя лучшими. Они стали чуть умнее, чуть интеллигентнее, чуть качественнее выполнять свою работу. Поэтому вот эта капелька везде, которая сложилась, в итоге привела к тому, что в финале мы имеем трех отличных будущих юристов. За победу в конкурсе боролись несколько десятков студентов юрфаков. На первом этапе они сдавали зачет на правильное заполнение юридических документов. Во втором раунде соперничали в ораторском искусстве. По жребию каждый отставил позицию «за» или «против». По актуальным темам в самарском обществе. Всеобщая воинская повинность, платная медицина, кредиты выдают только банки и брак по расчету лучше брака по любви. А уже три финалиста полемизировали по поводу принятой пару месяцев назад госпрограммы адвокатской монополии. И у каждого была своя позиция по этому поводу. К адвокатам предъявляются достаточно высокие требования. Это проявляется в достаточно жестком законодательстве, которое состоит из многочисленных этических норм, правил, которым адвокаты обязаны придерживаться. Есть различные юрисконсульты, которые могут даже не иметь юридического образования. И поэтому очень часто среди них встречается огромное количество мошенников. Адвокатуру нужно реформировать, поскольку современной адвокатуре свойственен ряд ярко выраженных недостатков, которые мешают ее развитию. Выиграть юридический конкурс и получить работу в престижном адвокатском бюро для финалистов – предел мечтаний. Для меня это важно, потому что я, собственно, с самого начала, когда пошла учиться на юриста, хотела быть именно адвокатом. А раз я хочу быть адвокатом, логично, что мне нужно получить для начала опыт именно адвокатов и, желательно, профессионалов. И поэтому объективно я хочу там работать. Областной конкурс «Юрист будущего» в этом году выиграла Анастасия Антошкина. Теперь студентке предстоит стажироваться в одной из лучших адвокатских контор Самары. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. В Самарской области подорожали продукты. На что переписали ценники в магазинах, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. Цены на нефть продолжают снижаться. Баррель марки «Бренд» стоит 52 доллара 10 центов. Валюта дешевеет. Курс на 31 мая. Доллар 56 рублей 51 копейка. Евро 62 рубля 94 копейки. Золото стоит 2306 рублей. Серебро 31 рубль 52 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 75 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 33 копейки. Сложности с выплатой кредитов. В стране испытывают 6,5 миллионов человек, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Причем с каждым годом банки выдают все больше займов. Начинающие фермеры смогут получить от государства до 3 миллионов рублей. Менсельхоз вынес на обсуждение соответствующий законопроект. А в Самарской области подорожали овощи. По информации Самара-Стата, картофель, капуста и лук прибавили в среднем 10%. Зато подешевели огурцы. Килограмм сейчас можно купить за 99 рублей. Помидоры сбавили 3%. Средняя цена за килограмм 150 рублей. На этом все. Удачи в делах. Лидеры молодежных организаций встретились с депутатом Госдумы Игорем Станкевичем. Главный вопрос на повестке, чем живут самарские студенты и школьники. Обсудили молодежные инициативы и проекты. Так форум «Иволга», ставший уже международным, в этом году отмечает юбилей 5 лет. И потому программа особенно насыщенная. Пройдет серия мастер-классов по подводному спорту с выдачей сертификатов установленного образца. Пройдет экологический фестиваль окружной «Экофест». Пройдет окружной фестиваль танцев. В общем, у нас каждый день расписан под федеральные мероприятия, под окружные мероприятия. Для того, чтобы молодежь сам организовывалась, умела организовывать себя, сначала мы хотим узнать ваши запросы. И если есть необходимость, надо менять законы, надо принять закон о молодежи, который будет ее защищать, защищать молодежные организации. А теперь коротко о других событиях дня. Сегодня утром в Самарском аэропорту Курумыч совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший рейсом Екатеринбург-Симферополь. Во время полета у 10-летнего мальчика случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание, и командир судна принял решение экстренно посадить самолет в Самаре. Прибывшие в аэропорт медики скорой оказали мальчику необходимую помощь и увезли его вместе с мамой в одну из городских больниц. А самолет, спустя примерно полтора часа после экстренного приземления, отправился по своему маршруту. Со 2 июня в некоторых домах Самары отключат горячую воду. Тепловые сети приступят к плановому ремонту тепломагистрали Самарской ТЭЦ, по которым горячая вода поступает к потребителям большей части города. Для уменьшения неудобств ремонт магистрали будет разделено 4 этапа. Так, с пятницы на две недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц. Проспект Карла Маркса, Гастелло, Новосадовая, Советская армия, Старозагора, 20-го рупортсъездов, Адеева, Нововокзальная, Старозагора, Ташкентская. Завершить работы планируется к 17 июня. Хорошая новость от синоптиков. Московский ураган обойдет Самару стороной. Правда, сильного ветра не миновать. В течение первой половины недели погодой в Самарской области будет управлять серией атлантических циклонов. Так, днем во вторник синоптики прогнозируют грозовые дожди и усиление ветра. Температура воздуха составит 17-22 градуса тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Местами ожидается усиление до 20 метров. Циклон, который ворвался в столицу, должен пройти севернее Самарского региона. В случае изменения прогноза синоптики оповестят население через региональное управление МЧС. В Самаре вспоминают легендарного тренера по греко-римской борьбе, мастера спорта СССР Сергея Урванова и его ученика, чемпиона вооруженных сил и страны, мастера спорта России Сергея Бабушкина. На мемориале за призовые места боролись 14-летние атлеты. Кто положил соперников на лопатки, расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите Самарские новости спорта. Открытое первенство по греко-римской борьбе в Самарской 11-й школе Олимпийского резерва проходило в 17-й раз. За медали боролись 120 юношей до 14 лет. На турнир приехало 7 команд. На этот раз в сборной Самарской области конкуренцию составили борцы из Челябинска, Пенза, Ульяновска, Оренбурга, Саратова. За 63-й регион сражались Новокубышевск, Тольятти, Сыздрань и Самара. В перспективе хорошие, но я думаю, что финалы у нас, я думаю, в каждом весе в финалах будут самарские ребята бороться. Команда по греко-римской борьбе из райцентра Новоселья в Каренбургской области на Самарский турнир приехала уже в 10-й раз. За медали в разных весовых категориях боролись 9 спортсменов. У половины из них это премьерные выступления. Уровень подготовки спортсменов хороший, где есть чему поучиться нашим детям, ну и мы, наши дети приезжают талантливые, то есть есть здоровая, хорошая конкуренция. Турнир в спортшколе посвящен тренеру, мастеру спорта СССР Сергею Руванову, его ученику, чемпиону вооруженных сил и страны, мастеру спорта России Сергею Бабушкину. Руванов, вспоминают его преемники, был не только профессиональным наставником, но и душевным человеком жизни. Он у них был вторым отцом, потому что все выезды и на соревнования, он был всегда с ними. Когда во время соревнований он их обеспечивал и питанием, он их обеспечивал своей моральной поддержкой, готовил к схваткам. Точно так же в летний период выезжал с ними куда? В спортивные лагеря. Дети в нем не чаяли души и как человек в нашем городе и в нашей сфере борцовской, он был авторитетом. На мемориале у Руванова Бабушкина сборная Самарской области по греко-римской борьбе в медальном зачете заняла первое место, на втором Оренбург, на третьем Уфа. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова